Продолжение следует... 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 Вот тебе рубль и ни в чем себе не отказывай. Вот этого не хотелось бы. Поэтому, говоря о сельских поселениях, речь идет о некотором незначительном, подчеркну, укропнении ряда слабых в финансовом плане и малочисленных муниципальных образованиях, более крупной, где можно в результате укропнения сэкономить денежные средства и направить их на решение социальных вопросов. Вот это, пожалуй, самое главное. Вы говорите о том, что уже в ряде районов у нас уже происходит вот это, и будет это до конца 2012 года. Вот как это все происходит? Со скрипом, не со скрипом? Вот как сами депутаты принимают решение? Как население реагирует на это? Значит, во-первых, не до конца 2012 года. Мы абсолютно не регламентированы временем. И главное, довести суть инициатив до жителей, до депутатов, чтобы депутаты растолковались своим избирателям. Поэтому речь не идет, как это бывало, к Новому году пустить объект или к очередной годовщине октября. Об этом речи нет абсолютно. Ну, то есть в рабочем порядке. Да, идет абсолютно в рабочем порядке. И вот у нас в области, чтобы понимали жители, особенно сельских районов, 565 сельских поселений, сельских муниципальных образований. По той работе, которая ведется сейчас, там, в территориях, ориентировочно где-то количество уменьшится на 60. То есть речь не идет о ликвидации, о уменьшении в разы на 60. Как идет? По-разному идет. У нас уже есть первый опыт. Буквально на этой неделе на заседании законодательного собрания был принят закон, результатом которого явилось объединение двух муниципальных образований Красногвардейского района в одно. Значит, у нас в районах по-разному от 8 до 31 муниципальных образований. Вот посчитайте, если в каждом районе по два, по четыре муниципалитета объединятся, то есть это как бы вот такие точечные фактические рассмотрения, точечные рассмотрения ситуации. Идет по-разному. Пока в большинстве случаев и граждане, когда проходят публичные слушания, это обязательно хочу подчеркнуть, должны пройти публичные слушания, чтобы каждый желающий мог прийти и сказать за, против, сомневаюсь, задать вопрос. В большинстве случаев, после того, как грамотно объясняют суть происходящих изменений, люди соглашаются. И как бы этот опыт уже есть. Есть территории, где у нас депутаты местных советов берут паузу. Они говорят, подождите, мы должны все посчитать, изучить. Есть ли такие территории? И мы нормально к этому относимся. У нас есть звонок в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, слушаем вас. Александр Васильев, у меня вот такой вот вопрос. В начале 2000-х вот эти муниципалитеты объединяли, потом их опять на мелкие разъединили, сейчас их опять объединять. Смысл этих действий вообще? Спасибо. А спасибо большое. Смысл? Да, спасибо за вопрос. Значит, подчеркну, что... Значит, сначала объединили, потом разъединили. Да, в начале 2000-х годов действительно было укрупнение муниципальных образований. Причем вот тогда-то как раз было тотальное укрупнение. В замене 579 муниципалитетов появилось 48. То есть 15 раз уменьшилось количество муниципальных образований. И вы знаете, вот финансовая сторона вопроса, управленческая сторона вопроса абсолютно выиграла в этом случае. Поэтому укрупнение было по инициативе тогда губернатора и администрации Оренбургской области. И мы вышли на 48 муниципалитетов. Во времена Алексея Андреевича? Это был 2000-й год. Но в 2003 году был принят 6 октября федеральный закон, его порядковый номер 131, об общих принципах организации местного самоуправления. И хотели бы мы, не хотели бы мы, но чутко было предписано в срочном порядке до 2005 года создавать муниципалитеты на уровне районов двухуровневой и поселения, и сам район муниципального образования. Поэтому быстро приводили систему местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального закона. Нам от этого уйти было нельзя. Получилось тогда 613 муниципальных образований. То есть смотрите какие качели. 579, 48, 613. Мы пожили по этому закону больше чем 5 лет. Посмотрели, где слабые стороны. Видим, что закон позволяет укрупнять муниципальное образование, не ликвидируя сельские поселения. И вот поэтому сейчас идет в таком пробном режиме укрупнение муниципалитетов. Сразу скажу, потому что очень много задают вопросов. Вот было два сельсовета, станет один сельсовет. Дескать, вот в этом случае, значит, в том сельсовете, где не будет центра нового муниципального образования, школы закроют, автобусы не пустят и так далее. Чистые воды не соответствуют действительности. К этому не относятся, конечно. Абсолютно не соответствуют. Вся социальная инфраструктура сохраняется. Она никоим разом не зависит от того, такой это муниципалитет или такой. Если людьми востребован ФАП, если школа работает в полную силу, если есть клуб, который работает, никаких вопросов не возникает, не беспокойтесь. И еще говорят, вот из двух муниципалитетов создаться один, где-то же будет центр, а где-то центра не будет. И, дескать, там не будет власти, нам придется ездить вот в этот новый центр. Тоже неправда. Потому что вот в этом селе, где раньше был муниципалитет, а теперь он стал объединенный, обязательно отстанется представительство нового муниципального образования. Но, мне кто-то возразит, а зачем тогда огород городить, все равно и там, и там чиновники останутся. Но давайте смотреть, вот в каждом муниципалитете был глава с соответствующей зарплатой, совет депутатов, да, пускай там депутаты на неосвобожденной работе, но ведь для депутатов надо помещение предоставлять, транспорт предоставлять, чтобы привезти их на заседание. Там, в конце концов, множить документы для того, чтобы они работали. Будет один глава, один совет. Дмитрий Владимирович, я вас перебью, у нас есть еще один звонок, 4345, номер телефона прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Ага, здравствуйте. Вот мне хочется задать вопрос такой. Вот у нас мелкие сельские поселения, такое, ну, немножко, как пожелание, что ли. Сейчас вот будут опять, значит, укрупнять, а вот в селах живут бабушки старенькие, чтобы учитывали вот этот километраж хотя бы, чтобы укрупнение не было такое, чтобы одно село было там за 20 километров и за 30. Вот такое пожелание, потому что и так укрупнили больницы, и все, и сельским жителям очень тяжело добираться, вот, чтобы решить... Спасибо большое, мы поняли вашу точку зрения, но я думаю, вы ответили уже на этот вопрос. Да, я еще раз, Прям Лен, прошу прощения, еще раз подчеркнула специально для телезрительницы, которая задала этот вопрос. На инфраструктуре это никак не отразится. И укрупнение не означает, что теперь из этого села нужно будет пешком ходить за 30 километров в другой село. Я просказать русским языком. Было 2 зарплаты главы города, станет 1. Да, или это села. Да, да, главы муниципального образования. Но я вот, знаете, какой вопрос хочу задать. А вот что будет с теми главами районов, которые вот прямыми выборами выбирали? Вот как с ними быть? Нет, районы у нас не трогаются, они как были, так и остаются. А вот будет, вот скажем так, а будет ли такая ситуация, что, скажем так, вот есть, ну, то есть не будут, да, вот убирать тех глав, которых выбирал сам народ? Нет, вот давайте тоже здесь разберемся, все по полочкам разложим. Вот было 2 муниципалитета, 2 главы, 2 совета депутатов, 2 бюджета, 2 машины, 2 секретарши и так далее. Будет 1 муниципалитет, 1 глава, 1 совет. И вот после того, как эти 2 муниципалитета объединяются в 1, вот следом нужно проводить муниципальные выборы в новом вот этом муниципальном образовании. Как будет избираться глава? Это решает само поселение. Нет, это понятно. А вот, скажем так, что будет с той, с кандидатурой, вернее, с тем человеком, которого уже выбрали, который уже работает главой, которого уже выбрал народ, вот его будут как-то двигать или нет? Оба главы сельсовета прекращают свои полномочия. Назначаются новые выборы. И, пожалуйста, если они хотят оба, они идут, баллотируются. Либо там, условно скажем, они договариваются, давай вот ты пойдешь, а я там готов к тебе замом пойти. Но это не означает, что вот их желание, это уже спрогнозированный результат выборов. Появятся новые кандидаты, будет борьба, люди определят, кто будет руководить этим новым муниципалитетом. Поэтому все определяют свободные выборы. Вот мы так с вами плавно перешли к теме, а кто у нас у руля в некоторых районах. Вы знаете, и наши телезрители тоже знают, что в последнее время очень часто появляются скандалы, в которых замешаны именно главы районов. То есть это ситуация с главой Сергеем Явкиным, который был пьяным за рулем. Это вот непонятная ситуация, которая произошла с главой Базулукского района. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Кстати, не только главы районов, но и депутаты тоже замешаны в законодательном собрании. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, и после продолжим разговор. Сергей Явкин после того, как депутаты его удалили от дел, явился к народу с явкой с повинной. В своем блоге он признает, что инцидент 17 сентября, когда он сел пьяным за руль и вправду имел место быть. И тут же добавил. Как это порой случается у нас, мужиков выпил после напряженного трудового дня. И правда, с кем не бывает. В недоумении и другой народный избранник. Помощник депутата Сергея Сибикина поймали с поличным. Он требовал взятку в 29 миллионов рублей. Депутат в своем заявлении пытается убедить, что, дескать, не знал, чем занимался по факту его соратник. Та деятельность, которую производил Козлов в рамках своей деятельности, своего ООО, она никакого отношения не имеет к деятельности депутата законодательного собрания. Правда, народ в его оправдание верит с трудом. Ну, конечно, нет. Девчонки, но это смешно. Он же знал. Если продолжить тему «С кем не бывает», то глава Бузулукского района тоже отметился. Крепкое словцо, что нужно знать главу в лицо – весомый аргумент. Но будь ты слуга народа или простой смертный, закон для всех един. Ругаться матом нехорошо, а тем более чиновнику. И никакая должность не позволяет вести себя так, как вел себя наш коллега. Владимир Садов тревожный сигнал услышал и исправился. Принёс извинения своим избирателям и тем, кого обложил матом. Электорат, я думаю, меня поймёт. Я электорату прошу ещё раз вникнуть в ту ситуацию, которая на самом деле прошла. Я им говорю, что впредь такого не повторится. Для меня это большой урок. Если наши свою вину признают, то в Брянске всё иначе. Правительственные машины гаишники не указ. На призыв остановиться он едет дальше. На вопрос, почему не подчиняетесь, посылает лесом. А после невинный взгляд и восклицание. Заместители у губернатора не верят. Ну это что, а фото начали какую-то на нас? Кому верить или не верить, казнить или помиловать, это вопросы недели. Если с Явкиным всё понятно, законность его удаления подтвердил суд, то вопросы с Сибикиным и Садовым остаются. Ориентировку с помощником депутата полиция распространила в Орских СМИ. С призывом обращаться всем, у кого он ещё вымогал деньги. И был ли к этому причастен депутат, вопрос ещё не закрытый. Дело только набирает оборот. Если говорить о Садове, то тоже нет чёткого ответа. Почему в день его извинений в интернете появилось ещё одно видео, которое снято ещё летом? На видео те же сотрудники ГАИ, что и в октябре. Почему столь жареный факт ждал 4 месяца? Большой вопрос. Видимо, это было кому-то нужно. Интересно, кому? 43-45-07 номер телефона прямого эфира. И пока вот был в эфире сюжет, к нам поступил звонок, сейчас мы его примем, и потом Дмитрий Владимирович продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. У меня вопрос охота задать Дмитрию Владимировичу. Да, слушаем вас. Это из города Абдулинск. Известный район как Абдулинский, так и Абдулина по своим страданиям вот в этой каши муниципального образования. Вы помните, наверное, Дмитрий Владимирович, что у нас происходил эксперимент, когда сначала у нас был город и район разделены, а далее провели эксперимент и соединили Абдулинский районы. Но этот эксперимент признан неудавшимся. И в 2000 году, в 2005 году нас разделили по новой на, согласно 131 закона, на поселенческий уровень и муниципальный район. Я считаю, что самая основная проблема здесь была, когда был переходный период и городское поселение не наделили имуществом нормальным, а также сельские поселения не имеют достаточно самообеспеченного бюджетирования. Спасибо большое. Мы поняли ваш вопрос. Ваш вопрос, Дмитрий Владимирович, я думаю, вы поняли уже с первых слов. Мне вопрос понятен, надо же догадывать, кто мне его задал. Во-первых, эксперимент был в 90-е годы, а во-вторых, никто не признавал эксперимент неудачным. И то, что в 2005 году произошло построение новой системы местного самоуправления, в том числе и в Абдулино, вы абсолютно правильно сказали, это как раз и есть требование 131 закона. А то, что вот ваши последние мысли о том, что действительно муниципалитетам не хватает финансовых средств для того, чтобы реализовывать в полном объеме полномочия и оказывать услуги жителям, вот это, собственно говоря, в том числе и одна из целей той оптимизации, которая проходит сейчас. Об этом мы в самом начале программы поговорили, но перейдем, да, то есть кто у нас у власти. Вот сюжет наглядно показал, как у нас ситуация в нашей области, и не только мы этим отличаемся, но и Брянская. Брянская область вообще, можно сказать, отличилась по сравнению с нашей. То есть у нас губернатор сказал, как надо, а там губернатор даже заступался. Вот как вы считаете, почему вот слуги народа, они же должны быть примером? Вот почему все-таки некоторые из них становятся выше этого? Ну, во-первых, Лен, когда вот перед началом сюжета вы говорили о том, что у нас в массовом порядке происходит вот подобное безобразие, слава богу, не в массовом порядке. Слава богу, это единичные случаи, но поскольку они единичные, тем они заметнее. И по большому счету вот на этом уроке, на этих ошибках, которые допускают главы муниципалитетов или там депутаты, нужно извлекать уроки из этих ошибок и не допускать повторения. То, что касается вот приведенных примеров, ну давайте мы немножко как бы четко вот разведем. Во-первых, то, что касается главы Адамовского района, то основанием удаления главы в отставку по инициативе губернатора явилось в первую очередь невыполнение своих должностных обязанностей. А не то, что он сел в крезом виде за рулем. Да, то есть формально, формально, к сожалению, наверное, у нас нет там оснований, чтобы удалять главу в отставку в случае, если он, допустим, там пойман за рулем. Тут действуют другие законы. Административный кодекс, уголовный кодекс. Это не относится к взаимоотношениям, допустим, областной власти и муниципальной власти. Просто вот этот случай, он переполнил чашу терпения, по большому счету, губернатора. Здесь провал, здесь провал, нецелевое использование бюджетных средств. И еще ты позволяешь себе позорить власть в глазах народа. Но вот ситуация с Адовым, да? Получается, что губернатор первый растонировал машину, а получается, глава Базуловского района еще нет, уже полгода прошло. Но не в этом дело. Дело в том, что почему это видео именно слилось вот именно вот в это время? Как вы думаете, случайно ли появляется такое видео? Вы знаете, Лен, я сначала скажу, вот вы сказали, как бы, почему такое происходит. Вы знаете, кое у кого голова-то кружится. Бывает такое. То есть некоторые у нас товарищи считают, что если ты занял начальствующую должность, то ты, извините, поймал бога за бороду. И тебе можно все. И кое-кто, баллотируясь на разных выборах в депутат или особенно на должности глав муниципальных образований или там в губернаторы, кто собрался, они не представляют, что это такое. Это высочайшая ответственность. Это труд. Вот он кто-то этого не осознал и посчитал, что можно делать все, что угодно, для тебя закон, не закон, губернатор, не губернатор, ничего подобного. А вот кто так? Вот что это такое? Лен, ну вот это я все-таки отвечу на ваш вопрос. Вот то, что касается вот этой информации, которая ушла. Вы знаете, пускай этим занимаются, конечно, правоохранительные органы, но, безусловно, не оправдывая поступок главы Бузулукского района и осуждая его, и первым это сделал губернатор Оренбургской области, с точки зрения деятельности вот правоохранительных органов действительно возникают какие-то вопросы. Во-первых, я, например, считаю, что видеосъемка это нормально, когда сотрудник ГИБДД фиксирует разговор, все, что происходит, это как бы немножко стимулирует и водителя вести себя по-другому. Но нужно предупредить, ведется видеосъемка, это абсолютно нормально. То, что информация как-то вот так вот сложилась, летнее, осеннее, вопрос. Вопрос – это служебная информация, да, но то, что она стала достоянием гласности, я в данном случае абсолютно, так сказать, не огорчаюсь, потому что если есть хамство со стороны должностных лиц, этому нужно давать соответствующую оценку законным путем. А вот как вы считаете, вот дальше как будет? Будет больше таких историй или будут меньше таких историй? Вот кто-то все-таки у кого-то голова перестанет кружиться и кто-то спустится с небес на землю? Я думаю, что вот эти случаи, они на многих подействовали отрезвляюще. Я просто знаю информацию с территорий, что кое-кто из некоторых муниципальных деятелей, я не беру именно глав, все-таки, как правило, на должность главы избирают человека достойного, который прошел все народные голосования, как правило. Ну, у нас есть чиновники рангом пониже. Я имею информацию с места. Кое-кто присел и задумался. Ой, губернатор наказал виноватого главу Адамовского района. А ну-ка посмотрю-ка я на себя. Поэтому, конечно, к сожалению, исключить вот случай проявления какого-то недобросовестного отношения к исполнению своим обязанностям, какой-то несдержанности, ну, наверное, никто не сможет этого гарантировать. Всякие могут быть ситуации, и, главное, держать себя в руках. Даже, ну, все бывает. И у вас, и у меня закипит все внутри. Успокойся. Ты, избранник, в данном случае, вот про глав я говорю, на тебя смотрят тысячи глаз. Нет, простите, но это относится и к депутатам тоже. И к депутатам тоже. Потому что ситуацию мы видели, да. Ну, кстати, по себе кино, это же все-таки помощник его был. Ну да, хотя все они не верят. Думай, кого берешь в помощники. Да, тоже. Думай, кого берешь в помощники. Это тоже вопрос. У нас есть звонок в студии. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, в ближайшее время муниципальное образование Оренбургский район будет расформирован или нет? То есть, те села, которые находятся рядом или близко к городу, будут присоединены к Оренбургу. А другие села, как это, идут к другим районам? Спасибо большое. С Оренбургским районом. Ну, очень коротко. Ну, скажите, пожалуйста, ну, откуда у вас такая информация? Ну, крупнейший район Оренбургской области, 70 тысяч населения, сильное сельхозяйственное производство, промышленность присутствует на территории района, традиции свои. Мы вообще не ведем речь ни в территориях, ни на уровне правительства о расформировании районов. Как такое может быть? Районы были, есть и будут. Села были, есть и будут. Города остаются. Поэтому у муниципалитета абсолютно никаких нет задумок, чтобы ликвидировать район или присоединить какие-то села к Оренбургу. Если у них такие задумки вдруг появятся, ну, я знаю, руководство района мудрой, ну, вдруг у кого-то появится, мы поправим, не переживайте. Дмитрий Владимирович, ну, заканчивая разговор о тем, кто у нас все-таки у руля муниципалитета, вот у нас есть заготовленный битзапрос людей на улице, послушаем и будем подводить итоги. Ну, пусть ответит по закону, что он извинился перед телевизором, так некрасиво это выглядело с его стороны. Так что непорядочно, непорядочно, и так вести себя чиновник не должен. Так же, как всех простых людей надо наказывать, чтобы было ко всем одинаковое отношение. Если бы простой человек так сделал, вы бы наказали, вот так же надо с главой района, с другим другим чиновником поступать. Мы все-таки, как говорится, боролись за демократию, чтобы, как говорится, все люди были одинаковы перед законом, правильно? Закон един для всех, так что, конечно, считаю, что ненормально. Так же, как если бы это был обычный водитель, то есть не с должности, а вот именно как прописан законом, так, я считаю, нужно наказывать. Да, ну, надо снимать их с работы и все, что с ними сделаешь еще. Работник ГАИ делал свою работу, и тоже их нужно уважать. И простым гражданам, гражданам, и тем, кто власти находится. Я думаю, что надо избавляться от таких рук. А этот, конечно, зарвался. И внешний вид-то его об этом говорит. Ну, просто попался он один, а таких много. А как бороться? Если начинать со всеми так бороться, то это обновлять заново весь аппарат. 43-45-07 номер телефона прямого эфира. У нас буквально 5 минут до конца эфира, так что мы обязательно примем звонок. Мы подводим итоги, да? Вот, кстати, вот люди тоже, да, нет единого мнения, да, кто-то говорит, что по букве закон. По букве закона Садова наказали. То есть штраф 500 рублей. Административное наказание, да. Но по букве закона у нас не прописано, да, по букве закона, что за, скажем так, неподчинение, да, там в данном случае... Нет, есть статья за неподчинение представителей власти. Да, ну да, но не снимают с работы после этого. Нет, в данном случае пока, по крайней мере, вот то, что там занимается, кстати, и прокуратура, пока как бы состава там правонарушения, соответствующего статье неподчинения законным требованиям сотрудника власти, пока там не находятся, документы как бы предъявил. Здесь даже речь больше вот о моральной стороне. О моральной стороне. Кстати, губернатор первым растонировал свою машину, вы правильно сказали. Ну, я езжу на своей машине, когда у меня там выдается редко там выходной. У меня машина не затонирована. Мне этого не надо. Зачем? Я вот этого понять не могу. Поэтому все по закону должно быть. Все исключительно по закону. Но, Лен, прям буквально минутку. Вот абсолютно правильно говорили наши оренбуржцы, так сказать, есть взорвавшиеся, есть кого-то надо, кого надо сменить. Но давайте посмотрим правде в глаза. Ведь на выборы-то мы ходим с явкой в 30 процентов. В селах, кстати, побольше ходят, тут надо признать. Мы выбираем, так сказать, людей. Мы делаем свой выбор. Давайте его контролировать. Пожестче будем. Ведь есть разные формы. И заслушать отчет, и собрать инициативную группу, выступить с каким-то, так сказать, предложением. А мы вроде как вот избрали, и он должен все за нас сделать. Местное самоуправление – это наша жизнь, наша работа, наше неравнодушие. И последний звонок в нашем сегодня прямом эфире. Алло, здравствуйте. Я на телефоне сейчас. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я с промышленного района, меня зовут Юрий. Очень приятно. Хотел бы задать вам вопрос. Вот у нас в городе, как бы областная власть будет реагировать? В городе очень тусклое освещение города. Понятно. Спасибо большое. Немножко не по теме. Вот знаете, давайте подведем итоги. Будет реагировать областная власть обязательно, в том числе и финансовая поддержка, где это требуется, в том числе и жестким спросом. Обязательно будет. Я сам из промышленного района, это мой родной промышленный район. Дмитрий Владимирович, ну вот все-таки о компетентности людей, которым власти. Ведь даже если вот брать глав районов, вот сейчас тоже началась информационная кампания, вот блогеры, гражданские журналисты оценивают именно состояние сайтов муниципальных образований. И вот не все главы даже ведут блоги, да? То есть вот насколько сейчас уровень глав меняется и соответствует современным требованиям? Вы знаете, меняется безусловно уровень глав, это надо признать, они становятся более информационно открытыми, но не все. Но не все. Но не все, тут надо признать. И, кстати, все идет, что называется, сверху. И губернатор Юрий Александрович Берг, он очень любит повторять фразу, хотя местное самоуправление формально самостоятельно, юридически самостоятельно, но он говорит, все, что происходит в области, за это отвечает губернатор, правительство, законодательное собрание. Поэтому и он задает тон. Его блог, а он сам в блоге работает. Его блог, это для кого-то ужас, когда он открывает блог и видит, что на него поступила жалоба. А для кого-то это отдушина, где можно сказать правду. И то же самое, как бы вот проецируется на районы. Нам самое главное, чтобы вот погоня за блогами, за сайтами в муниципалитетах не превратилась в модули компанищиков. Откроет глава сайт, и за него чиновники будут все сидеть писать. Но все-таки как повысить уровень компетентности некоторых глав? Это сами люди должны, приходя на избирательные участки. В том числе. Но тех же самых глав, их же надо учить. У нас же работают программы подготовки, переподготовки специалистов. У нас есть там люди, которые говорят, да ладно, я уже 30 лет во власти, я все знаю. Ничего подобного. У нас только быстро меняются законы, что учиться надо каждый день. И требовательность. И вот то, что показывает Берг, когда он требует, когда он кого надо отстраняет, кого надо призывает к порядку, вот это тоже стимулирует и дисциплинирует. Нам не хватает дисциплины и порядка. Муниципальная реформа, в итоге, тоже с этой задачей справится? В том числе. Справиться или нет, давайте посмотрим. Но стараться надо. И подводя итоги, почему нужно проводить муниципальную реформу? То есть опять первый вопрос. Для того, чтобы оптимизировать, это в первую очередь оптимизация. Значит, не муниципальная реформа, давайте уйдем от этого термина. Оптимизация системы муниципальных образований. Для того, чтобы финансово наполнить бюджеты, сделать нормальную систему управления, и возможность оказания услуг гражданам, жителям муниципального образования, сделать наиболее эффективной. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Это была программа «Обратная связь». Мы сегодня работали в прямом эфире. Встречайте во вторник моего коллегу Виталия Дерябина. Кто у него будет в гостях, следите за анонсами на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова